. Алло. Привет. Привет. Занят? Работаю. Ты же знаешь. Сегодня мой день. Ну я знаю, могу попросить тебя, мне просто надо в Аптеку съездить, старший приболел для каждого пень. Настя, я работаю, тебе пешком не сходить. Нет, не могу сходить пешком, с гроза намечаются и ливень. Тебя ребенок забрел, что может быть точнее, сложно в Аптеку отвезти меня. Просто я половину дней в месяце, если ты помнишь, отдал тебе под работу. Поэтому для меня важен каждый час, понимаешь? А ты меня сейчас ставишь в неудобное положение, что мне нужно делать выбор. Конечно, я сделал выбор в пользу ребенка, это понятно. Но как бы, я думаю, что в следующий раз можно вызвать и такси, да? И доехать на такси за 100 рублей туда, 100 рублей обратно. Я буду через 20 минут, приготовься, пожалуйста, ладно уже, и будь одетый. Я буду подъезжать, наберу тебя. Да, говоришь. Как девки любят, да, прикрываться детьми, всем святым на свете, на такси не съездить. Не знаю, может я, конечно, не прав, но вот реально, да, я работаю, она знает. Стергивать меня с середины рабочего процесса, чтобы съездить в аптеку. Ненавижу такие ситуации, вот с этим выбором, короче, типа, на одной стороне совесть, а на другой стороне здравый смысл. Хрена, это вам все рассказываю, короче. У меня просто до этого еще было пару каких-то трудных поездок, ничего примечательного, ну какие-то тяжелые, не знаю, бывает такой день. Вроде ничего такого, а вроде и все такое. Что-то у меня прямо под вечер какой-то эмоциональный фон такой. Хотя все начиналось вроде неплохо. Хорошо, не за бутылкой, а то, о, через час магазин закрывается, я забыла купить себе мартини, ты можешь меня довезти? Конечно, еб-то! Сейчас я, да что там везти? Да я пока еду к тебе, я сам мартини нагоню сейчас в банку, в склянку. И все. Ну ладно, ладно. Боишься ноги замочить? Ну вообще-то ураган на улице, ты что не видишь, посмотри в окно. Это не ураган. А что это? Это легкий дождик. Да что ты говоришь? Во-первых, не ори, во-вторых, либо пешочком пройдешься, либо, соответственно, точнее, самый актуальный вариант, это... Я хочу, чтобы просто не было таких, мы успеем в твою аптеку, я не хочу, чтобы такие ситуации повторялись. Я работаю. У меня раньше было одно количество смен, сейчас я половину смен тебе отдал. Прикинь, я тоже работаю. Вау, я работаю, я тоже работаю. Я к тебе к тому, что я теперь вынужден в день работать больше времени, а ты меня дергаешь по какой-то херне. А я к тому, что я вообще теперь вынуждена работать, интересный ты такой вообще. В смысле, вынуждена работать, а ты что, раньше не работала? У меня другая работа была сейчас, блин, из-за тебя, из-за споры, из-за нашего, приходится вообще таксовать. А ты вообще сама вписалась в этот блудебник? Я понимаю, что сама вписалась. Я тебе про что говорю? Вот сейчас ситуация, ты такси вызываешь, 100 рублей стоит, туда-сюда съездить. 200 рублей максимум. Я в итоге все равно заплачу за это, потому что я тебе даю сейчас денег, тебе все равно ты их не тратишь, понимаешь? Мне их надо зарабатывать, чтобы тебе давать деньги. За это мне надо работать. Мне проще эти 200 рублей тебе дать, чтобы ты съездила на такси, чем ты в итоге меня отвлекаешь, просто с середины, с середины смены меня сдираешь, чтобы я съездила. Понимаю, дети там, все это, я все прекрасно понимаю. Ты меня ставишь, еще раз бы в такое положение замыкаешь, что мне, ну, на совесть мою давишь, понимаешь? Ты что орешь-то опять, я понять не могу, господи? Тебе что не попроси, у тебя истерика? Да тебе проще пешком пройти, заодно, бля, сука, польза будет, понимаешь? То, что ты в камеру живот втягиваешь, ты и худее не стала, как толстая была, так и осталась. Пиздюк ты, блядь, гребаный, Женя. Пиздюк ты, блядь. Ничего сани. Репетировали где-то, что ли? Наверное, все-таки прожирную это было чересчур, согласен. Бля, ну, у меня сегодня день такой, парни, извините, но, возможно, я и в этой ситуации не прав, но, сами знаете, бывает, все накапливается, да, под конец-то все выливается, погода в Питере, посмотрите. Дождь в перемешку с ветром, с каким-то говном, не лютая, но очень неприятная, хочется бухать постоянно. Короче, лета не было как такового, все это грузит, потом еще какие-то свои проблемы, свои геморрой, тут еще вот эта канитель. Хорошо не вилкой в глаз еще. Ну, напишите, прав я, не прав, я чувствую, что не прав, ну, по ситуации, но в мою-то шкорник, шкуру-то никто не залезает. Ну, представьте, чек работает, ну, кто таксисты смотрит, чек работает, меня посередине срывают, когда можно этот вопрос закрыть. Я понимаю, что ей это удобнее, приедет знакомый, близкий и отвезет, скатает. Ну, так же женщине нельзя, как бы, ну, перегибать палку, хотя, возможно, я не женщина, поэтому мне не понять. Ну, пажбану я получил, зачетно, я могу сказать. Если так дело пойдет, то скоро у меня вся левая сторона анимеет и откажет, и сползет вниз. Сейчас, что-то у меня пора, короче, при разговоре с женщинами одевать, как трудяга одевал шлем регбийный, мне нужно будет тоже что-нибудь одевать. А, мне такой, для американского футбола, каску и такой, здесь намордник такой, что вот тут не это самое. Так я знаю их, я знаю, они пальцем в глаз вот так ткнут, если надо будет сделать больно. Как защититься, напишите, что делать. Ну, это было вообще, конечно. Сравниваю удар Ани и Насте, я могу сказать, что волейбольное прошлое Насте дало о себе знать. Подавала она неплохо. Вот она сейчас подала мою голову, тоже неплохо. Никогда не ругайтесь близко с волейболистками. Это достаточно ощутимо. И вообще лучше ни с кем не ругаться, но с волейболистками не надо. Ладно, пойду работать. Ладно, опять же. Продолжение следует...